Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу «Другой мир». Здравствуйте. В эфире программа «Другой мир». Её ведущая Татьяна Долес, вёкорежиссёр Родион Золотарёв. И в гостях у нас Екатерина Цирибко, инструктор метода медитации и саморазвития тета-хиллинга, тренер личностного роста и лайв-коуч. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Татьяна. Сегодня мы поговорим в эфире о тета-хиллинге. Что это такое? Это что-то новое, современное и, в общем-то, невероятно популярная методика в мире, такая практика медитации и саморазвития. Ну вот поподробнее, пожалуйста, расскажите нам. Конечно. Тета-хиллинг, как Вы правильно сказали, является методикой медитации и саморазвития. Это авторская методика. Это означает, что у неё есть автор, Виана Стайбл, целитель из Соединённых Штатов Америки. И эта методика объединяет в себе древние философские знания и современное открытие психологии. Главное направление тета-хиллинга – это работа с убеждениями. Вы знаете, есть такая фраза «Я есть то, что я ем», и это абсолютно так, это абсолютно верно. Но в тета-хиллинг мы к этому добавляем «Я есть то, что я думаю». И мы работаем с нашими мыслями, с нашими убеждениями, потому что мы верим, что именно наши мысли – это то, что творит нашу реальность. Может быть, пару слов расскажите об истории самой основательницы этого метода? Она достаточно интересная. Да, метод был оформлен в методику в 1995 году. И Виана Стайбл на тот момент ей было чуть за 40. И знаете, как часто бывает, не от счастливой жизни человек начинает интересоваться саморазвитием, какими-то психологическими техниками. Виана была именно так. Она была третий раз замужем, у неё на руках было трое детей маленьких, не удовлетворяющая её, не приносящая достаточно денег работа, неудовлетворённость от жизни. И ко всему этому коктейлю она узнаёт, что она смертельно больна. Ей врачи ставят диагноз, которого многие из нас боятся – это диагноз рак. И сначала она, конечно же, обратилась к традиционной медицине, но всё, на что у неё хватило денег – это была биопсия. К сожалению, может быть, к счастью для нас, она не могла себе позволить традиционное лечение в Америке. И она обратилась к нетрадиционному лечению. Ну, как она сама рассказывает, как она сама говорит на курсах, возвращаясь после биопсии домой, испытывая очень сильные боли, в машине, когда она ехала домой. Она осознала, что у неё трое детей, которые останутся в одиночестве, если её не станет. И она принимает решение бороться, она принимает решение жить и начинает искать возможности. Сначала она обращается к натуропатии, она очень интересовалась этой методикой, она много знала в этой сфере. И она пытается работать с собой с помощью добавок, с помощью питания, БАДов, каких-то чисток, голоданий, бани. Есть какие-то результаты, но болезнь не отступает. И параллельно с этим она начинает интересоваться психосоматикой заболеваний, задумывается о том, что не случайно, наверное, какие-то болезни к нам приходят. Тогда это ещё было в новинку, да, сейчас все врачи знают уже. Какой это год? 1995-й. 1995-й, да. Сейчас все врачи уже говорят о том, что психосоматика – это первично. Первично, да, это одна из причин заболеваний. И в одной из медитаций, в одной из практик, она всегда была очень интуитивным человеком, она задаётся вопросом, что же ещё ей сделать, как же ещё она себе может помочь. И ей приходит ответ, ей приходит определённая медитация, определённая практика. Она её делает, и болезнь начинает отступать абсолютно непонятным для неё, каким-то даже, можно сказать, волшебным образом. Можно, извините, такой вопрос, а какая стадия была уже? Я могу ошибаться, по-моему, это была третья стадия, то есть тяжёлая. Тяжёлая, да. Ей давали полгода жизни на тот момент. Болезнь отступила без операции, это медицинский зафиксированный факт, и когда она исцелилась, когда она вылечила себя, она понимает, что это то, чем можно делиться с другими людьми, и открывает свой кабинет нутропатии, во-первых, и параллельно с этим начинает работать с клиентами по вот этой своей ещё не методике, но уже каким-то вот таким вот знанием, осознанием. Своего опыта. Да, да, совершенно верно, и своего опыта. Ошеломительный успех, к ней выстраивается очередь на полгода вперёд, и в один момент она понимает, что она просто не может работать ещё больше, она не может принимать ещё больше клиентов, и, как она сама говорит, каждый человек не должен ждать полгода, чтобы ему помогли, и она принимает решение рассказать людям, что, в принципе, они всё то же самое могут сделать сами, они могут помогать себе, они могут работать с собой, она им особо, в принципе, не очень-то и нужна. И так открывается школа, так появляются первые ученики, первые студенты, которые затем становятся первыми учителями тета-хилинг, и шаг за шагом это всё оформляется в методику. Вообще, тета-хилинг в переводе с английского языка переводится как тета-исцеление, исцеление на волне тета. Ну, кто знает английский язык, то это может догадаться, да. Да, исцеление на волне тета, и исцеление в данном ключе – это очень широкое понятие. Конечно, всё началось с исцеления тела, да, с исцеления рака, но затем ученики Вианы осознали, и она сама осознала, что все те же самые принципы, с которыми они работают, они применимы во всех сферах жизни. Можно исцелять отношения с собой, можно исцелять отношения с деньгами, можно исцелять отношения с людьми, и это одинаково эффективно, поэтому это очень широкое понятие. Сразу может возникнуть вопрос у людей, не сведущих и не знакомых с этой методикой, что просто вот садишься медитировать, медитируешь и исцеляешься, и у тебя всё приходит, да. То есть это, ну, такое чудо, да. Может быть, всё-таки здесь это не просто медитация, да. Это, наверное, вот, наверное, может быть, расскажите, что же такое тета-волны. Да, да, конечно. И как этот принцип действует вообще, что происходит, когда мы находимся в состоянии вот это, да. Совершенно верно, да. Виана, она и не утверждает, что она исцелилась только благодаря даже вот этой медитации. Этому происшествовал действительно очень большой такой слой глубинной работы над собой. Внутренней работы, конечно. Внутренней работы, да, работы с убеждениями, осознание, инсайты, какие-то перемены, решения новые, которые она принимала. Но сама медитация, действительно, как вы верно заметили, это медитация на тета-волне или, как её ещё называют, медитация в тета-состоянии. И тета-состояние – это состояние, в которое каждый человек способен погрузиться, когда его мозг, когда вибрации, колебания его мозга переключаются на тета-волну. Вообще учёные доказали, что наш мозг постоянно функционирует на пяти видах волн. С одной на другую переключается, как радиостанцию. Мы можем покрутить колёсико и перейти на другую радиоволну. Точно так же наш мозг, в зависимости от нашего эмоционального состояния, от того, чем мы заняты, что мы думаем, что мы делаем, он постоянно колеблется на разных частотах. Есть, например, очень медленная волна дельта – это состояние глубокого сна. Вот эта вторая по скорости волна, она очень медленная, очень расслабленная, и она включается тогда, когда человек находится в состоянии глубокой медитации или глубокого расслабления. Это не что-то, что открыла Виана, это не что-то, что доступно только тета-хиллерам. Безусловно, да. Это состояние, известно людям тысячи и тысячи лет, и это состояние, погружаясь в которое, мы открываем доступ к своим скрытым ресурсам, по сути, к своему подсознанию. Подсознанию, да. И ещё я бы хотела добавить, что, возможно, кто-то из наших слушателей подумал, что это что-то очень сложное, да, что доступно только практикам медитации или каким-то пробуждённым мастерам йоги, да. Совершенно нет. А тета-состояние каждый из нас испытывает два раза в день. Независимо от того, умеем мы медитировать или не умеем, два раза в день наш мозг вибрирует на тета-волне, когда мы засыпаем и когда мы с вами просыпаемся. То есть это в прямом смысле состояние на грани сна и бодрствования. То есть переход с бодрствования на сон и со сна на бодрствование, да. Ну, наверное, каждый человек это испытывал, когда… Ну, я знаю, о чём вы говорите, да, вот когда это неуловимое, это вот как раз переходное состояние, когда ты как будто бы уже… Это называется, наверное, дрема такая, да. Да, когда ты почти спишь или почти проснулся. Да, но всё ещё что-то осознаёшь, да. Да, и в это состояние мы на курсах учимся входить осознанно, то есть не засыпать, а делать это через медитацию, через визуальную медитацию, когда мы расслабляемся, выключаем поток лишней информации, потому что как мы проводим с вами большую часть дня? Мы же всё время думаем, да, у нас всё время полно мыслей в голове, что приготовить на ужин, что сделать по работе, куда сходить, кому что сказать, не забыть что. И вот этот постоянный шум, да, в нашей голове поток мыслей, он нам часто мешает сконцентрироваться на главном. Вот медитация – это практика, которая нам позволяет сконцентрироваться на главном. Вы сами непосредственно у неё учились, и, в принципе, как вы познакомились с этим методом? Да, я училась лично у Вианы Стайбала. Для меня это большая честь, большая радость, потому что я считаю её удивительным, невероятно вдохновляющим человеком. И я продолжаю у неё учиться каждый год, повышаю свою квалификацию, езжу на курсы, привожу новые курсы в Латвии. То есть это непрерывный процесс обучения. И познакомилась я с этой методикой примерно 6 лет назад. В то время в моей жизни были два таких сложных, актуальных вопроса. Это здоровье и отношения, которые меня категорически не устраивали, ни то, ни другое. И я искала ответы, как же я могу наладить отношения с собой, отношения с любимым человеком. И также у меня был такой внутренний запрос на смену деятельности. По образованию, по первому образованию я юрист, и я большую часть жизни проработала юристом. Наступил момент, когда я поняла, что это совсем не то, чем мне интересно заниматься, что меня это тяготит. Отличная зарплата, прекрасный коллектив, вроде всё замечательно. Но ты чувствуешь, что ты идёшь не своим путём, ты не хочешь просыпаться с утра, ты не хочешь ходить на работу, ты плохо себя чувствуешь, постоянно придумываешь какие-то отговорки, как можно увильнуть от своих обязанностей. И интересуясь темой саморазвития, это был всегда мой интерес, я начала посещать различные тренинги, семинары, вебинары. И на одном из таких тренингов я случайно услышала слово «тета-хеллинг». Это был онлайн-тренинг, и на нём инструктор знал, что это такое, он приводил какие-то нам практики, медитации. Мне казалось, что все студенты знают, кроме меня. И меня это так заинтересовало. Я пошла, конечно же, в Google, начала смотреть, что это за методика, скачала книжку, прочитала книги. И в книге каждое слово мне очень отозвалось. Я почувствовала, что это что-то, что я давно знаю, что-то, что я всегда чувствовала, что оно так есть. Просто я не оформляла это в слова, а вот здесь это было оформлено прямо на бумаге, написано. И я захотела обучиться этому, я захотела пройти обучение, и в Латвии я этого не нашла. И вот здесь я внутренне почувствовала, что, возможно, это как раз-таки то, о чём я просила Вселенную в последние годы, я просила, чтобы мне показали, чем бы я могла заниматься. Я даже пришла к тому, что это, наверное, преподавание. Я думала, что, может быть, это преподавание юриспруденции в университете. И когда я начала ознакомиться с это хилинг и пробовать какие-то практики на себе, я поняла, мне вот пришло такой вот звоночек прозвенел, что, а может быть, ты могла бы, да, может быть, ты могла бы провести это в Латвии. Ну, это замечательно, на самом деле. Слушая вашу историю, я очень много с кем общаюсь, и неважно, в каком возрасте, сейчас люди очень смело идут в новое, отказываясь от старого, чему было посвящено много лет своей жизни, обучения. Это замечательное время, потому что каждый пытается найти себя. И, возможно, юриспруденция, она вам и пригодится ещё, и, может быть, вы в какое-то время к чему-то, когда-то к этому вернётесь, на какой-то, опять же, период своей жизни. Но вот это вот решение, когда ты следуешь зову души, это замечательно, да. И я всегда всем желаю, вот правда, это такое счастье найти работу, которая приносит радость, удовлетворение и счастье. И за это ты ещё можешь получать какое-то, ну и не всегда какое-то, а хорошее денежное вознаграждение. Да, я считаю, что это было одно из лучших решений в моей жизни попробовать, да, поехать, обучиться. И действительно, всё так быстро закрутилось, и был такой отклик от людей, когда я пять лет назад, кстати, у нашего центра скоро день рождения, 19 августа будет ровно пять лет, и когда пять лет назад я провела первую презентацию, организовывала, точнее, и приглашала людей, ну я думала, ну может быть, придёт там пять человек, десять человек. Пришло очень много людей, и всем было интересно, и все хотели попробовать, и это был колоссальный отклик, колоссальная поддержка, за что я очень благодарна своим студентам. И до сих пор, до сегодняшнего дня, этот отклик, он есть, и я чувствую, что это актуально, это интересно, и очень классные, замечательные результаты у людей. И я искренне рада, что я могу быть частью этого, участвовать в этом. Это замечательно, потому что я говорю, этот метод, он, знаете, как мне он кажется, я с ним не знакома, сразу могу сказать, но как мне кажется, когда я готовилась и познакомилась с ним, он достаточно лёгкий, и он такой, ну, есть разные виды терапии, и они не всегда приятные, но мне почему-то кажется, что он такой достаточно лёгкий в восприятии, безболезненный, относительно безболезненный, и, может быть, это ещё притягивает людей познакомиться с ним, войти в это пространство. Да, я с вами согласна, да, совершенно верно, он достаточно лёгкий, я бы так сказала, в хорошем смысле. Вообще, Виана говорит, что лёгкость – это высший профессионализм, когда мы в нашей жизни можем всё по щелчку пальцев получать, захотели. И сделать серьёзные вещи. Да, да, и это действительно какой-то, наверное, отклик на запрос современности. Мы же хотим быстрых перемен сейчас. У нас колоссальная скорость, с колоссальной скоростью всё меняется, и приходит что-то новое в нашей жизни. Мы не хотим больше 20 лет осознавать что-то, сидеть там в медитации или ходить на психотерапию. Мы хотим осознать, поменять, исцелить и получить результат и пойти дальше. Вот, и один из плюсов тета-хилинг, как мне кажется, это доступность и достаточно такой быстрый результат, который можно получить, работая с собой. То есть техники простые, техники доступны абсолютно каждому. Это не какой-то талант, который надо в себе открыть. Это не дар. Да, да, да. Это просто навык работать с собой, со своим подсознанием, со своей энергией. И это очень легко и доступно. Ну вот тогда следующий вопрос, который у меня возникает. Какие задачи и вопросы можно решать при помощи тета-хилинга? Абсолютно разные, да? Да. Как я уже говорила в начале, исцеление в широком смысле этого слова, начиная от здоровья, да, и, конечно же, люди приходят с такими запросами, заканчивая отношениями, отношениями с деньгами, финансовыми вопросами, вопросами предназначения. Как Вы верно заметили, очень актуальны сегодня вопросы, и многие люди задаются, как я могу быть полезен этому миру. И эту тему мы открываем. Тему энергии, как чувствовать себя лучше, да, как иметь больше энергии, как закрывать какие-то энергетические дырочки, я их так называю, это травмы прошлого, в которые утекает наша энергия, например, обиды застарелые, гнев, злость, страх, фобия, со всем этим можно работать. Самые разные запросы, действительно, каждый приходит с чем-то своим. Я пришла с запросом здоровья, отношений, я вполне это исцелила в своей жизни, получила очень хороший результат. Вот такой вопрос сразу возникает, как быстро решаются запросы. Да, вот человек пришел к вам с запросом, например, отношений. Наверное, у каждого человека это идет по-своему, да, нету такого шаблона, по которому там ты пришел, например, там надо два сеанса, и у тебя все исцелилось. Наверное, у каждого, в общем-то, своя история, да? Совершенно верно, да. Да, здесь я, может быть, перестану так сладенько говорить и скажу, что тета-хеллинг это все-таки не волшебная таблетка. Конечно. И очень многое зависит от самого человека, насколько он готов и открыт переменам, насколько сильно его желание и насколько глубоко или поверхностно лежат те убеждения, с которыми мы работаем. Бывают результаты за очень короткий срок. Бывает, что человек проходит базовый курс обучения, он идет три дня, и он уже получает классные результаты. У меня были в практике такие случаи, когда человеку снимали например диагноз сразу после базового курса. Бывает, что нужно работать дольше. Бывает, это занимает несколько месяцев, полгода, может быть год. Но я всегда говорю, что если там бриллианты внизу, то имеет смысл покопать, имеет смысл поработать. Потому что с каждым разом, с каждой новой проработкой, с каждым курсом или в индивидуальной работе ты всегда снимаешь слой за слоем, ты всегда приближаешься вот к себе такому настоящему. И жизненные ситуации, они меняются. Иногда ты понимаешь это уже где-то через какое-то время только, да, потом. Оглядываясь назад, ты понимаешь, а вот этого больше в моей жизни нет. Вот этого, с этим блоком я разобрался. У меня недавно была такая консультация, как раз на тему финансов, на тему денег, где я работала с молодым человеком на определенный запрос. И очень часто так бывает, что приходят люди, созвучные тебе по убеждениям, и ты работая с ними, работаешь с собой тоже. Такой бонус, да, моей профессии. Вот. И я работала с ним, и я осознала, что вот то, про что он говорил, у меня тоже было. И только в этот момент, когда он этот запрос озвучил, я поняла, что у меня этого больше нет. То есть как-то оно ушло даже незаметно, да, от меня, хотя там еще год назад я очень четко помню, что такие вот блоки у меня были. С какими запросами чаще всего к вам приходят? Чаще всего ко мне приходят с отношениями, предназначениями и финансами. Финансами, да, да. Да, то есть мы… Это такие базовые вопросы, от которых не уйти. Да, ну… Знаете, мы с коллегами моими шутим, что у каждого тета-инструктора, тета-практика есть свои клиенты, и действительно к каждому человеку притягиваются свои люди. Наверное, вот эти темы у меня созвучны, или я тот человек, который может наиболее эффективно их решить. То есть, конечно, есть и запросы здоровья, например, но у меня вот по статистике их меньше. Ну вот как правило, я просто знакома с разными методами работ и с подсознанием, в том числе, и с родовыми программами, да, и сама работаю с этими всеми программами. И действительно, какое-то поле образуется, когда приходят одни, приходят действительно, как правило, к тебе по какой-то конкретной теме. Это правда так. То есть, не сговариваясь, люди идут, и они идут с конкретным вопросом, запросом на одну и ту же тему. Это действительно непонятно. Либо это говорит о том, что ты реализован сам в этом вопросе, да, и поэтому ты можешь помочь решить. Или же так работает просто поле. Это для меня до сих пор вот остается загадкой. Вы знаете, я заметила, когда у меня в жизни актуализируется какой-то вопрос в моей личной жизни, обязательно придет клиент, который будет как-то созвучен. Да, задаст этот запрос. Который задаст этот вопрос вслух. Да, да, да. Если вы его проработаете. Да, так и есть. Да, да. Может быть, расскажите какие-то самые такие запомнившиеся, может быть, самые серьезные такие исцеления, возможно. И я имею в виду исцеление не только физическое тело. Сейчас уже все понимают, что когда мы говорим исцеление, это имеется в виду не только физика, это имеется в виду и наши какие-то душевные программы, ментальные, и все-все, все имеется в виду исцеление. Ну, один из случаев, который мне запомнился, когда женщина пришла ко мне запросом, финансовый потолок это у нас называется, это знаете, когда сколько бы ты ни работал, количество денег в твоей жизни не меняется. Да. И она очень искренне удивлялась и говорила о том, я не понимаю, что происходит, я открываю ресторан за рестораном, у него ресторанный бизнес, и когда у меня был один ресторан, я зарабатывала столько, я открыла второй, стала работать в два раза больше, зарабатываю столько же, сколько когда он был один, открыла третий ресторан, и все равно работаю как лошадь, не вижу свою семью, не имею времени свободного больше вообще, а количество денег почему-то не меняется. И в этой истории мы ушли в работу с родом и в работу с предками. Потому что, когда мы говорим о деньгах, очень часто наши установки, блоки подсознания, с которыми, в принципе, это Татахеллинг работает, основная наша направленность в работе, это негативные убеждения, которые формируют нашу жизнь, нашу реальность. Вот эти установки в сфере денег очень часто, я заметила, это мое личное наблюдение, такой статистики нет, но я заметила из своего опыта, они связаны с родом, с предками, и с какими-то ситуациями, которые проживали наши предки в сфере денег. Да, это могло быть раскулачивание, потеря денег, какие-то войны, какие-то ограбления может быть. И часто в жизни самого человека ничего такого не было, и он не может понять, откуда растут корни у ощущения, что денег всегда не хватает, что если у тебя будет больше, то их заберут или украдут, или они пропадут. Что это может быть опасно для жизни. Да, что это может быть опасно. И вот в этом случае это было именно так, мы пошли в работу с предками, там было именно это ощущение, если будет больше, то это станет опасно для тебя. Для нее больше это было как раз-таки вот эта сумма, которая у нее была, и следующий уровень, и сколько бы она ни работала, она этот потолок пробить не смогла, не могла. И когда мы это убеждение заменили, когда мы эту установку изменили, она увеличила свой оборот, по-моему, за полгода, я могу ошибаться, в два с половиной раза. Ну круто. Может быть, чуть-чуть больше, там 7-8 месяцев это было. Но это был такой большой, большой финансовый прорыв. Просто убралась вот эта деструктивная программа, которая для ее предков, она была нужна, а ей она уже не нужна, потому что время другое. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Ну вот я просто хочу еще раз сказать, что Екатерина проводит семинары и достаточно частые выездные ретриты. Насколько я знаю, да, вы и выезжаете и на Средиземном море, да? Да, совершенно верно. И я думаю, что все это возобновится, когда будет. Есть центр, адрес вашего центра можно найти, и в соцсетях можно найти, у вас есть аккаунты и в Инстаграме, и в Фейсбуке, да? Да. То есть тех, кого это заинтересует, всегда можно будет найти информацию, как попасть на семинары, как попасть на индивидуальную консультацию. Конечно, да. У нас есть сайт, он называется doodream.lv. Там есть все актуальное расписание всех занятий. Мы работаем в полную силу, и ближайшие курсы начнутся уже в сентябре. Там есть описание всех курсов, и можно прочитать подробнее про эту методику. Там есть отзывы моих студентов, если, возможно, нашим слушателям будет интересно почитать мнение других людей, тех людей, которые уже прошли обучение, и все контакты тоже там есть. Хотелось бы от вас услышать, может быть, какие-то есть такие техники, самые простые для наших слушателей, как можно работать самому с собой, если еще нет обучения, если ты еще не попал на эти курсы. Наверняка есть какие-то ваши рекомендации. Во-первых, я могу предложить опять воспользоваться интернетом, и на страничке YouTube, которая тоже доступна с моего сайта, есть аудиомедитации, которые можно прослушать и просто попробовать, чтобы почувствовать вкус, не просто услышать теорию, а почувствовать как-то на практике. Медитации, которые можно делать с утра, вечером, гармонизирующие, очищающие пространства. А сегодня я бы, наверное, хотела порекомендовать очень простую технику, как можно самому осознать свои убеждения, ну или хотя бы поднять их на поверхность. Да, замечательно. Очень просто. Нужно взять лист бумаги, взять ручку, выделить себе время, место, и повспоминать, повспоминать свои установки, свои суждения о себе и о мире. Все, что вам, может быть, говорили в детстве родители, все, что вы решили для себя сами. Все установки, они делятся на вот эти две простые категории. Суждение о себе, то есть какая я. Да, я, может быть, недостаточно хороша для этого, может быть, я недостаточно красива, может быть, я недостойна любви какого-то человека конкретного, может быть, еще что-то. И суждение о мире, то есть какой мир. От денег одни проблемы, деньги портят отношения. Люди, они вот такие. То есть убеждения – это наши мысли, это мысли-формы, которые встроились в нас настолько глубоко, что стали программами, как в компьютере. И когда ты запускаешь компьютер, тебе не нужно отдельно включать антивирусник обычно. Он включается самостоятельно. Вот наши убеждения, они примерно так же работают. Нам не нужно каждый день вставать перед зеркалом и говорить себе, деньги – это зло, деньги – это зло, чтобы эта программа работала. Просто когда срабатывает какой-то триггер из внешнего мира, вдруг мы начинаем реагировать. Реагировать на этот мир. И реагировать согласно вот этим установкам, согласно этим убеждениям. И вы просто берете на лист бумаги и выписываете все, что вам придет в голову. Техника автоматического письма. То есть не осознавая, не думая, сильно не анализируя, что вы там пишете, желательно прямо не отрывая ручку от бумаги, вы все это выписываете. И когда вы получите определенный список негативных каких-то установок, суждений, вы на второй части листа, на второй половинке стараетесь их переиначить, то есть написать их в позитивном ключе, сделать такую аффирмацию позитивную. И желательно каждый из этих примеров подкрепить одним-тремя случаями из жизни, которые могли бы вам самому показать, что это так. Ну, короткий пример из моей практики, когда я впервые это делала, у меня было убеждение «на деньги здоровья не купишь». Очень распространенное убеждение, я даже знаю оно откуда, так часто говорят людям, «на деньги счастья не купишь, на деньги здоровья не купишь». И я начала думать, как я могу его переиначить, и что было в моей жизни, что могло бы мне показать нечто обратное. В моей жизни был один очень интересный случай как раз на эту тему, когда я попала в аварию достаточно тяжелую, у меня был выбор сделать операцию сразу за достаточно большие деньги для меня на тот момент, или подождать и получить льготы, но ждать нужно было полгода на костылях, потому что ходить я не могла. И у меня были деньги, я их заплатила, сделала очень качественную, хорошую операцию, и уже через месяц смогла ходить. Вот этот пример мне очень четко напоминает и показывает, что купишь за деньги. Да, я только хотела сказать, как бы вы ни говорили, а всё-таки деньги решают очень многие вопросы в нашей жизни. Да, безусловно, нельзя сказать, что деньги – это равно счастье, да, безусловно, это уже каждый человек понимает, но то, что деньги приносят нам какие-то блага, приносят нам комфорт, да, это тут очевидно. Совершенно верно. И таким образом каждую новую вашу позитивную установку вы подкрепляете реальными примерами. Потому что наше подсознание так работает, если вы просто поменяете установку «деньги – это зло, но деньги – это добро», оно скажет «и, да, и что, и куда мне это деть?» То есть мы в это не поверим, сами не поверим. Пока мы в это не поверим, на самом деле, наша жизнь не поменяется. То есть наши установки, они в ответе за то, какую жизнь мы имеем. Они как фильтры. Знаете, в Инстаграме, в Фейсбуке сейчас всё время ставят какие-то фильтры на фотографии. И наши негативные установки, они вот такие фильтры, которые немного видоизменяют картинку мира для нас. Вот если у нас есть время, я могу рассказать очень интересное исследование на эту тему. Да. Моё любимое исследование на тему негативных убеждений его проводил в 2000-х годах Ричард Уайзман. Это психолог одного из британских университетов. Он изучал, что такое успех и что такое везение в жизни человека. И какие факторы на это влияют. На протяжении 10 лет он работал с самыми разными людьми. И он, сюрприз-сюрприз, конечно же, пришёл к выводу, что это не всегда образование, это не всегда социальная среда, и это не всегда какие-то внешние факторы. Ну, все мы знаем, что люди с, может быть, средним образованием часто достигают большого успеха, большего, чем люди с высшим, допустим, образованием. То есть это не самый решающий фактор, хотя, конечно, способствующий. И в рамках своего исследования Ричард проводил эксперимент, в котором он давал очень простое задание людям. Он делил их на две группы. Условно, неудачники и везунчики. По единственному критерию они так считали сами. То есть самые разные люди были, разных полов, разных возрастов, разных религий, разных национальностей. Одни считали себя неудачниками, другие везунчиками. Обоим группам давалось одинаковое задание – сосчитать, сколько фотографий в газете. Все очень просто. И на протяжении 10 лет Ричард получал один и тот же результат. Группа неудачников считала фотографии около двух минут. Группе везунчиков требовалось порядка 20 секунд, чтобы сосчитать фотографии. Да. Спрашивается, в чем подвох. Подвох был в том, что на второй полосе газеты большими буквами было напечатано объявление «Перестаньте считать» в газете 43 фотографии. И год за годом, раз за разом, самые разные люди, везунчики, замечали это объявление, читали его, говорили ведущему, сколько фотографий, неудачники его в упор не видели. И к чему пришли ученые, психологи на основании этого эксперимента? К тому, что наши внутренние установки, наш внутренний взгляд на этот мир, он формирует мир внешний, он формирует то, что мы от мира получаем. Если у меня есть установка «я неудачник», я буду не замечать очевидные возможности. Я буду не видеть объявление, которое напечатано во весь разворот. А если у меня есть убеждение, что я везунчик и меня всегда везет, я буду видеть возможности даже там, где они не очевидны для других людей. Вот с этим работает тета-хилинг. Это наша главная задача – заменить негативные установки на позитивные. На курсах мы осваиваем очень простой и очень глубокий, эффективный метод работы с убеждениями. Он называется «раскопки». Когда мы копаем, идем в глубину и слой за слоем счищаем свои установочки, находя ключевую. Но пока нашим слушателям эта техника еще не знакома, вот я предлагаю просто на листе бумаги проанализировать, а какие установки у вас вообще есть. Потому что очень часто установки, я не знаю тоже, почему это так работает, но они боятся ручки и бумаги. Вот как только мы их выписываем, как только мы на них смотрим, осознаем их, они как-то начинают слабеть. Это на самом деле техника, она применяется в любых терапевтических каких-то течениях. И просто не обязательно, даже есть такая техника, когда ты просто берешь ручку и просто, как делают детки-каляки-маляки, это называется, да, они просто вот чирикают. И в этот момент подсознание освобождается от каких-то деструктивных программ. Это действительно так. И я хотела добавить вот к вашему примеру, что очень часто замечаешь, ну я по своему породу, своей деятельности слышу очень часто, вот как люди говорят о себе или как, например, женщине или девушке делают комплимент. И она говорит, да ну что вы, да ну нет, ну нет, да ну что вы. Ей говорят, какая ты красивая семья, она говорит, да ну ты что. И это так часто, и на самом деле не замечая. И когда ты обращаешь на неё внимание, ей говоришь, ну а почему ты так реагируешь? Вот тебе говорят, что ты классно выглядишь сегодня. И она тогда включается, но ведь это идёт неосознанно у неё, да? Конечно, да, это программа самооценки, которая включается сами. Это программа самооценки, безусловно, да. Или же, например, такой пример, когда ты пытаешься вдохновить человека и говоришь, слушай, классно, а давай попробуй это, и тебе отвечают, да, но. И дальше идёт опять, ты ему опять что-то говоришь, она говорит, ну да, но. Очень, да. И вот они тоже те же ограничители, которые не позволяют человеку даже услышать, что ему предлагается. Очень здорово, что вы об этом сказали. Могу прям ещё одну технику добавить. Говорите вслух то, что вы хотите получить, а дальше говорите «но», и первое, что придёт в голову. Вот первое, что приходит вам в голову, будет вашей первой негативной установкой, да, например. Одну секундочку, у нас идёт звонок, попробуем его принять. Слушаю вас. – Добрый день. – Добрый день. – Ну, ваша интересная, конечно, тема. Ваши гости всё время отправляют нас в интернет, посмотрите, посмотрите. Ну, я посмотрел, что такое тетохилинг. – Да. – И мне вопрос. Знают ли ваши гости о том, что основательницы этого метода посадили в тюрьму за этот метод и назначили штраф. 250 тысяч долларов за мошенничество этого метода и за нарушение этики, где она сама себя признала доктором философии медицины на основании этого метода, и что этот метод занесён в реестр лживнауки. Спасибо. – Спасибо. – Да, могу говорить, да? – Да, конечно. – Спасибо вас за вопрос. Вы знаете, я слышала эту информацию, я вас немножко поправлю. В тюрьме Виана точно не сидит, да, по поводу судебного дела я слышала, но я могу сказать, что, к сожалению, как-то глубоко комментировать я эту тему не могу, потому что не интересовалась в деталях, в подробностях. Знаете, я училась у этого человека лично, и я знаю, что у неё есть способности, и я знаю и вижу, как это работает, и я видела вживую, лично, как она работает с людьми, и я сдавала экзамен у неё лично, и я просто не могу согласиться с этими обвинениями, потому что я знакома с этим человеком, и сотни моих студентов могут вам подтвердить, как это работает, как классно это улучшает вашу жизнь. Поэтому я не углубляюсь в такие моменты, в обвинения, в какие-то там разборки. А я со своей стороны хочу добавить, что даже если мы возьмём тоже гомеопатию, на них тоже постоянные нападки, говорят, что это лженаука, которая не помогает. Поэтому да, всегда есть правая сторона и левая, есть плюс и минус, и ваш выбор, где вы будете. Так что спасибо вам большое за вопрос. Всего хорошего. Продолжим. Если у нас осталось ещё время немножко, да, у меня… Вы не закончили вашу… Да, как раз хотела сказать, что вот слово «но» является тем самым триггером, который позволяет нам выявить наши негативные установки. Скажите, что вы хотите получить, потом поставьте «но», и первое, что придёт в голову, да, например, я хочу похудеть, но у меня нет времени для того, чтобы заниматься спортом. Я там хочу создать гармоничные отношения, но никто на меня не посмотрит, потому что там у меня кривой нос, например. И вот это будет негативной установкой. То, что мы ставим после слова «но» как раз-таки является нашим оправданием. И что дальше с этим делать человеку? Вот он написал. Ага. Дальше, если мы продолжим вот ту технику, да, про которую я говорила, дальше можно символично, очень символично старые убеждения оторвать и как-то от них избавиться, да, сжечь, порвать, как вы хотите. Вот. А новые установочки читать как аффирмации. Читать как аффирмации. И да, это работает хуже, чем более такое глубокое погружение, но это первый шаг, который можно сделать. Когда мы фокусируемся на какой-то одной мысли, наш мозг не может думать противоположную ей. То есть если мы переначали свою установку, что, например, вселенная изобильная, я знаю, как это изобилие в своей жизни получать, да, то пока я это себе читаю, пока я это думаю, пока я это проговариваю, мой мозг не может одновременно думать, что деньги – это зло. Он может только на чём-то одном фокусироваться. И таким образом всё больше и больше вот этого нового мы будем в свою жизнь привносить таким образом. Замечательно. Спасибо вам большое. Я очень рада и благодарна вам за эту встречу. Мы узнали ещё один новый позитивный способ работы с собой. И, в общем-то, опять же, ещё раз повторюсь, наша программа «Другой мир», она для тех людей, которым интересно вдохновляться. И выбор каждого человека, чем он вдохновляется, кому подходит, кому созвучно. Как-то вы резонируете на этот метод. Если резонируете, то тогда можно пойти дальше и поинтересоваться больше. Если не резонируете, вы просто проходите мимо. Здесь всё очень просто. Спасибо вам большое, Екатерина, за беседу. А тем слушателям, которым это интересно, всегда могут найти вас в соцсетях. Спасибо большое. Благодарю вас. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok